Вы хотите, чтобы я собрался, что-нибудь тоже. Знаете, не всегда так, как я собрался. Но еще вы прибавитесь, чтобы я взялся. Да что же, вот сейчас, например, это. Там, здесь, вот, раз, здесь вырвал все холодно. Так, здесь, 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 такое нам принес. Что немцы, право, с Англией, в углах, за не пущой. И утвертали в Африке, право, сранзиротвой. Их портали не старый младь. Только их твердят, как Африка, на камеру. Нина, на камеру, на Африка, на камеру. Как немцы говорят. На Африка, на камеру. Нина, на камеру, на Африка, на камеру. Как немцы говорят. Я заботюсь, что я действительно не могу вам писать сегодня. Если вы заранее меня предупредили, так это другое дело. Я бы взял с собой книгу и еще не буду это просто, чтобы сейчас почитать. А так прямо и все, но вы, это не легко. Вы меня достали, враг Бог. И, конечно, до свидания, государство. Будьте здоровы! Здравствуйте! Всю за дорогое здоровье Нашему держану вождя, Государе императора Николая Александровича. Ура! 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 Портия! Вождя! Ура! Портия! Потому что за республики Ура! Шлама! Ура! Возвращение! в большой войне, по милитарным сооружением в Европе, Россию и их архитекты. Как результат войны, каждый стран сейчас употребляет от непредвиденной экономической криси. Чтобы преодолеть это, это важно для всех народов объединяются не в милитарном, но в экономической кооперации. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять все в большинстве стран? Сущность ее, привлекающей к себе рабочих каждой страны все больше и больше состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. при том, в массовом числе как раз все классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое министерство, взятое на 90-х из капиталистов или из богатых. В первый раз в мире власть государства построена у нас, в России. Таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, заставляют массовые организации, советы, и этим советом передается вся государственная власть. Вот почему, как не плевельщик на Россию, представители-буржуатели во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры-политработники, рабочие-работники, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тумы наших врагов, от имени советского правительства и нашей большевистской партии, приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-й годовщину Октябрьской революции. Вероломные нападения немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Товарищи, период, прошедший со времени 18-го съезда партии, насыщен событиями всемирно-исторического значения. Вторая мировая война потрясла до основания жизнь многих народов и государств и изменила лицо мира. Подготовленные силами международной империалистической реакции и развязанные на востоке милитаристской Японии, а на западе гитлеровской Германии война спутала расчеты ее вдохновителей и благодаря героической борьбе советского народа закончилась непредвиденными для империалистов результатами. Вместо уничтожения или ослабления Советского Союза получилось усиление СССР. Вырос международный авторитет Советского Союза. Вместо ослабления и разгрома демократии произошло от падения от капитализма ряда стран Центральной и Юго-Восточной Европы и утверждение в них народно-демократического строя. Почему, когда выступал здесь господин, представляющий свою страну Конго его остановил председатель ассамблеи и сказал, он сослался на телеграмму, которую он получил от своих братьев, которые страдают под колониальным гнетом председатель его остановил говорил, что это вопрос по существу а здесь обсуждается только лишь вопрос процедурного характера. А почему же этот халуй американского империализма? выступает он затрагивает он затрагивает вопрос, если говорить, значит он не процедурный вопрос затрагивает и председатель, который симпатизирует колониальному этим колониальному господству он не останавливает его разве это справедливо? товарищи социализм рождает новое отношение к труду одним из ярких его проявлений было и остается социалистическое соревнование сегодня я с чувством глубочайшего удовлетворения могу объявить что в текущем социалистическом соревновании среди хоккейного клуба страны уверенно побеждает московский спартак это тем более отрадно что спартак является олицетворением силы и мощи нашего народа его высоких духовных качеств подлинной культуры каждый из игроков спартака это добросовестный труженик и патриот красно-белого цвета товарищи тяжелая утрата постигла нашу партию наш народ все передовое человечество сегодня мы провожаем в последний путь Леонида Ильича Брежнева славного сына нашей родины пламенного марксиста ленинца выдающегося руководителя коммунистической партии и советского государства виднейшего деятеля международного коммунистического и рабочего движения неутомимого борца за мир и дружбу народов позвольте прежде всего выразить глубокое соболезнование семье и близким Леонида Ильича при этом политбюро ЦК КПСС и пленум ЦК исходили из того что возрастание руководящей и направляющей роли коммунистической партии в жизни советского общества в нашей внутренней и внешней политике с полным основанием воспринимается советскими людьми и за рубежом как свидетельство политика партии и государства как выражение единства разума и воли партии и народа ценностемленная энергичная инициативная деятельность Юрия Владимировича Андропова на посту генерального секретарта КПСС его деловые человеческие качества опыт и политическая мудрость снискали ему высочайшее уважение доверие симпатии партии народа в его лице советские коммунисты все трудящиеся наши зарубежные друзья видят выдающегося руководителя ленинского тела я благодарен государственным политическим общественным деятелям миллионам людей за рубежом тем кто понял наши замыслы поддержал их пошел нам навстречу на искреннее сотрудничество с нами я покидаю свой пост с тревогой но и с надеждой с верой в вас в вашу мудрость и силу духа мы наследники великой цивилизации и сейчас от всех и каждого зависит чтобы она возродилась к новой современной и достойной жизни хочу от всей души поблагодарить тех кто эти годы вместе со мной стоял за правое и доброе дело наверняка каких-то ошибок можно было бы избежать многое сделать лучше но я уверен что раньше или позже наши общие усилия дадут плоды наши народы будут жить в процветающем и демократическом обществе желаю всем вам самого доброго уважаемые граждане россии уважаемые члены совета федерации уважаемые депутаты государственной думы в соответствии с конституцией направляю федеральному собранию ежегодное послание каждый из вас сможет с ним ознакомиться поэтому сейчас скажу о том что считаю главным россия вступила в 1997 год с тяжелым грузом проблем знаю реальное положение дел ситуация в стране предельно сложная прежде всего это касается экономики да рост цен замедлился но до сих пор не удалось остановить спад производства обеспечить приток инвестиций в обществе подрывается вера в способность власти остановить натиск преступности все сложнее обеспечивать самым необходимым вооруженные силы снижается и без того низкий уровень жизни большинства российских граждан люди страдают от задержек зарплат пенсии и пособий уважаемые граждане россии дорогие друзья сегодня я обращаюсь к вам именно к вам потому что вы доверили мне высший государственный пост в стране я понимаю что взял на себя огромную ответственность и знаю в россии глава государства всегда был и будет человеком который отвечает за все за все что происходит в стране первый президент россии борис николаевич ельцин покидая кремль сегодня вспомнил об этом произнес слова которые многим запомнились права людей выражать свое мнение всеми законными способами гарантированно но попытки манипулировать гражданами россии вводить их в заблуждение разжигать в обществе социальную рознь неприемлемы мы не дадим провокаторам и экстремистам втянуть общество в свои авантюры не допустим и вмешательства извне в наши внутренние дела я предлагаю комплексную реформу нашей политической системы хотел бы сказать что я слышу тех кто говорит о необходимости перемен и понимаю их надо дать всем активным гражданам законную возможность участия в политической жизни и так считаю необходимым следующее сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам россии благодарю вас за выдержку сплоченность и патриотизм это гражданская солидарность показала что любой шантаж попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал повторю была проявлена высочайшая консолидация общества исполнительные и законодательные власти на всех уровнях твердую однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации религиозные конфессии ведущие политические партии фактически все российское общество всех объединила и сплотила главное ответственность за судьбу отечества подчеркну с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы по защите конституционного строя жизни и безопасности наших граждан